один приятель звонит другому ну что едем на рыбалку да они у меня теща приехала кто не понимаю что там говоришь повторяю по буквам тигр ехидна щука акула приветствую всех друзья теплое июльское утро наверное если бы закрыл глаза то подумал бы что я рыбачу на море очень много чаек кричат но я не на море я на озере озеро кань на городок озеры две недели не ездил на рыбалку как-то не получалось да и родственники приехали издалека провожу с ними время выходные гуляем отдыхаем и как-то вот последнее время рыбалок особо не было так вот по друзьям созванивался но вчера во вторую смену работал решил думаю надо все-таки выехать пока домой приехал пока собрался немножко там два часика поспал потому что если так не поспи что очень тяжело будет рыбачить приехал около трех ночи пока раз разложился прикормку замешал немножко тут побросался вот расцвело такие хорошие ориентиры есть пеньки в воде решил рыбачить на два фидера как обычно у меня кайда 390 90 грамм волжаночка 360 70 грамм выбрал такие две дистанции 50 и 62 метра место в принципе знакомая как вы видели в прошлые годы здесь рыбачил приезжал и с ночевкой и так и на день приезжал ну думаю куда далеко ехать тем более здесь так удобно от стоянки рядом прошелся вещи принес ну единственное немножко может быть мешают вот эти машины которые здесь постоянно ездят в процессе рыбалки уже так даже не замечаешь их отвлекаешься на рыбалку иногда даже нужно не обращаешь внимание по пяточку кормушек положил на точке 012 поводки по 40 сантиметров 9 номер крючочка такой с таким лещевым загибом ну и немножко как бы сначала точки порадовали поклевками платвичка стала ну и как-то постепенно вот уже больше расцвело уже больше уклейка подошла но уклейка такая подходами подойдет отойдет подойдет отойдет видимо все таки окунь ее гоняет не дает там особо ей на точке стоять прикормка друзья мне сегодня вабик двойная корица плюс еще дополнительно добавил кориандра еще немножко подлил вот такого сладкого бисквитного сиропа сейчас лето и уже можно так особо не бояться добавлять ароматику ну и конечно же основной компонент в прикормке это пшено все-таки рыбу как я вот и раньше говорил рыбу надо держать на точке какой-то такой вот крупнофракционной прикормки чтобы она не только пыль это было лежало но и она могла покушать задержаться на точке традиционно ловлю на опарыша с мотыльом в наших краях это постоянная такая вот наживка основная но еще дополнительно вот купил в магазине перлов очки червячка взял опарыш у меня красный белый то есть вот таких вариациях вот пока она мелочевка какая-то стоит на точках поэтому перешел на чистого опарыша потому что не успеваешь этого мотыля цеплять ребята вот опарыш может сыграть даже лучшую роль что ли мотыль он такой все-таки если есть мелочь что она уже будет жестко стоять на точке вот опарыш более он по крупной рыбе работает вот видите только заброс и сразу поклевка но правда такая неплохая плотничка два опарыша видите нацепил даже вот практически целый но все равно их поменяют принципе ради такой плотвы уже стоит ехать ожидается сегодня довольно такая жаркая погода до 27 градусов это как бы не есть совсем хорошо но хороший такой ветерочек сегодня до 12 метров порывы то есть не даст рыбе стоять будет ее гонять по водоему волна будет хорошая но как раз так вот совпало что ветер в спину поэтому волна тут меня мучить не будет плюс забрасывать удобно очень когда ветер в спину все-таки друзья на опарыша классные поклевки уже влупит то влупит но вот на большой пучок опарыша не хочет его два штучки ей подавай и тогда хорошие такие мощные поклевки причем такие аж фидер подпрыгивает где-то она нашла корча под самым берегом как сослана хорошая платвичка был видится даже в онлайне не успел забросить и уже что-то сидит такие стайки время от времени подлетают но подлещика пока нету уже и на второй фидер там что-то гнет отчаянно но такое что-то мелочевочное все равно ох 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 какая ребята мамка хорошо это плотва о смотрите ладонная такая два опарыша люблю ловить на два опарыша даже не потрепать не успела ничего хорошие целенькие поэтому можно еще раз их забросить в отличие от мотыля которого надо постоянно старого снимать потрепанного этого что друзья пока довольствуюсь вот такой плотвой постоянно пытаюсь подцепить иногда мотылька но на мотыля сразу же уклейку вот такая плотвичка хорошая иногда делаю паузы такие минут десять ждешь и потом такая хорошая потяжка но все-таки все равно плотва то есть подлещика нету но я надеюсь он подойдет все такие в кормлю потому что кормлю 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 еще добавил немного пшена уже такое уже очень питательная прикормка скажу я вам лучше всего два опарыша работает так два парика за жопку больше цепляешь как-то меньше поклевок все-таки больше опарыши нацепить это надо уже вот с прицелом на леща ждать но все равно постепенно объедает а вот два опарыша они такие работают вот вас за ходу заглатывает их что интересно само утра одна точка вот ближняя которая не работала вообще была тишина и мотыль целый был и все но постепенно туда тоже стянулась мелочь подошла хотя прикормка у меня такая влажная довольно по минимуму пылит но в этой акватории наличие мелочи очень большое что интересно ребята даже окуни на опарыша то есть вот эти окуни которые гоняют уклейку подлетают едят все подряд мотыля вообще пока не цепляю на потому что поклевки тогда еще быстрее происходит такая плотвичка хорошая солнце все ближе к зениту и это отразилось на клеве редкие редкие совсем поклевки уже даже можно мотыля цеплять даже уклейка ребята отошла куда-то она рванула что интересно большое количество чаек но вот как если присмотреться абсолютно не ловят рыбу просто сидят на воде отдыхают возникает такой вопрос когда же они вообще-то до питаются ночью что ли или что но здесь просто плавают их там не знаю может несколько тысяч их там очень много ты просто он по центру водоема сидят на воде ну и все ничего не делать некоторые особи просто летают по кругу потом садятся потом взлетают садятся такое но чтобы она вот летела и ловила рыбу как она обычно делает то ну нет нет единственных кто ловит рыбу вот чемге чемге ныряют постоянно время от времени делаю протяжки это вот такой вариант проверить если вообще рыба на точке ну вот как видите протяжку сделал и сразу поклевка мы сейчас посмотрим что там конечно но рыба отреагировала сразу же ну вот окунь ну это вот как цепляешь мотыля сразу окунь без мотыля уже больше шансов что он не плюнет ребята сижу тут засыпаю и чувствую рукой фидер трясет ну что-то такое такое бойко я прям сошла рыба ну да последнюю билась наверно губуся порвала или что не знаю что такое было даже но меня аж разбудило немножко начала ветер закручивать сюда в мою сторону и сразу же пошли поклевки то есть рыба есть но вот просто и надо движение воды немножко воду перемешивала тогда поклевки начинаются наказ наконец-то солнце зашло за деревья потому что уже так было невыносимо сидеть честно говоря раздеваться боюсь чтобы не сгореть потому что ни крема ничего с собой не брал солнце такое ядреное моментом тут еще ветерок и протянет не заметишь сгоришь клев такой набегами поклюет поклюет потом провал такой получасовой потом обратно поклюет ну в основном в основном плотва мотыля подцепляешь сразу окунь откуда не возьмись появляется вездесущий друг был сегодня на водохранилище вот ночью был ова поклевка был на водохранилище с ночевкой этом вечером приехал место досконально знает вообще кормился все ну нету клёва в этом году что-то непонятно с этим водохранилищем да и вообще везде у нас поклевы конечно вот такие вот говорит миг микро подлещики даже ночью раз в полчаса поклевка ему надо было уже с утра ехать то он немножко там с утра посидел до 7 8 часов то есть рассвета и все равно проклева не было увидели ребята как трясло там жестко просто жесть какая-то пока с вами разговариваю откуда в ней столько силы ребята мимо ну так трясло вы наверное заметили три опарыша вот сейчас нашел такой оптимальный вариант три опарика на 2 уже не хочет вот по 2 и 3 но зато есть поклевки намешал оставшееся пшено прикорм я думаю что за пару часиков двумя фидерами выработаю буду собираться домой очень честно говоря странно почему подлещик не берет вообще кормлю 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 все равно вряд ли там плотва все съедает то что я накрываю но подлещик отказывается клевать видимо ему хватает чё поесть кроме моей прикормки середина дня друзья и клев улучшился вот так нормально конкретно потеплело единственное что ну вот облака такие пошли уже не так жарко но все таки но по-прежнему плотва ребята на двух точках ради эксперимента даже бросаю поближе к берегу все равно плотва стоит но такая вот хорошенько смотрится красотуля какая а а а после небольшого перерыва опять подход плотвичек друзья как-то интересно как сегодня если не клюет то на два фидера не клюет если начинают поклевки сразу два фидера начинают то есть такое ощущение что просто вот стая идет мигрирует пока хорошенькая смотрите лично плотка пришлось снова разложить сзади зонт с утра ловил так но кидать на дальнее расстояние неудобно бросать но сейчас пришлось разложить по той причине что люди проходящие так тихо подходят и постоянно из-за спины ну что клюет как дела и вот и постоянно вот дергаешься так ну не слышно как подходит совсем ё-моё уже несколько раз дергался и уже надоело просто ничего не имею против людей но просто настолько неожиданный момент такой что лучше разложу да люди сзади постоят зато голоса слышу обычно так подходят говорят о зонт разложил чтоб не видно было на такой на комментарии такие знаете уже почти закончилась прикормка еще один пакет остался пол пакета еще замешал что-то мне как-то даже интересно ловить уже надо на один фидер ловлю на ближней дистанции потому что уже но руки устали ребята махать еще не все не все поклевки реализуешь постоянно перебрасываться надо такая себе работа себе такая серьезная нагрузка на руки поклевки конечно ребята дорогого стоят начало пробует пробует потом такой удар как на нем они реально как на реке поклевки просто бывает даже чуть ли не сносит фидер и такая плотва как бы не сказал бы что она тут мега большая но выдает выдает силушки хватает и не это вообще хорошая мамочка такая красотуля какая ребята да кстати друзья совсем забыл один из способов цепляния опарыша я то сейчас их цепляю по три штуки но можно один вот так чулочком нацепить и полностью на крючок и это вот хорошо по плотве работает и второй за хвостик раз вот такой получается ведь сейчас попробуем этот способ работает этот способ ребята единственное что надо протяжку небольшую сделать сразу поклевка сразу прямо вот сейчас даже не успел заснять настолько это все молниеносно ох смотрите жиробасина какая до плотка попал сложил друзья один фидер он только мешает в этой ситуации не сошла рыбка поклевки одна за одной так вот немножко просторнее больше места идет и на 2 и на 3 на 4 опарший на 5 плотва жадная как будто после нереста и такие вот некоторые попадают даже вы знаете пузатые лет не от нерестила то ли что она 40 метров такая дистанция комфортно и далеко не надо бросать и красота и рыбка есть клюет что еще надо перестала клевать взял сиропчика подлил ароматического и обратно клев пошел ребята смотрите какая красотка короче да мешал последнюю прикормку добавил туда опарыша так меня засосал этот клев я уже часа два наверно как собирался домой уехать все сижу вы скажете зачем правильно то есть так клюет чтобы не оторваться поэтому надо кайфануть надо кайфануть если стояла маленькая кормушка то вообще-то в этой прикормки хватило бы тут на два дня я так обильно кормлю но зато хорошая крупная платочка подходит вот сейчас сделаем протяжку посмотрим как отреагирует рыба обычно если она есть там на точке поклевка буквально сразу же бывает даже в руку тянешь и подлещик стоит когда тоже в руку бьет прямо но мне кажется что сегодня плотва стоит выше дна здесь глубина небольшая такая два два с половиной метра но она стоит выше дна и просто я и своей прикормка я щас немножечко еще взял подсыпал сухой что у меня такая довольно влажная прикормка боялся что у клейка подойдет сейчас сухой подсыпал и вот эта муть падает она все-таки опускается на дно ну плюс естественно добавляешь опарыша прикормку вот шустрая какая дает а ребята забагрилась но поклевка хорошая поклевка просто с отстрелом видимо их там хорошая стайка стоит лично плотачка поклевка такая прямо не успел даже плетенку натянуть все друзья буду видимо собираться резко затих клев я думаю по какой причине поменялся ветер направление ветра поменялось и у меня тут просто какой-то штиль стал и вот как только этот штиль стал сразу же перестала рыба клевать был ветер такой вдоль берега ну и там вот где бросаю там постоянно волна такая хоть небольшая нашла волна и эту рыбу постоянно гоняла 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 она двигалась и вот сейчас и все прекратился я даже немножко мотыля подрезал тут добавил ароматики новой достал там сухую ароматику достал тоже попробую не как вообще достаешь мотыля начал цеплять выстаешь мотыль с опаршем целая просто ну это вот из-за того что поменялся ветер уже далеко далеко вот волна метров наверно 80 от берега примерно где-то начинается вот целый день была ближе здесь волна у меня друзья спасибо что порыбачили вместе со мной кто не подписался поддержите канал подпиской лайком комментариям это помогает каналу развиваться ну я буду прощаться с вами был анатолий и канал рыбачиться с удовольствием всем пока увидимся на следующей рыбалке